Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Мой канал посвящен синтезаторам и электронной музыке. И если вы хотите меня поддержать, то ссылка будет в описании. Там же вы можете задать мне какой-то вопрос. И в одном из своих видео, посвященном вопросам и ответам, я буду отвечать на ваш вопрос. Сегодня у меня в студии Мук. Это первый Мук, который попал сюда ко мне. Это Мук Субгармоникон. Это семимодуляр, аналоговый полиритмический синтезатор. Семимодуляр означает то, что он полумодульный. То есть уже какие-то модули скоммутированы внутри него. Ну и также есть возможность коммутировать их на внешней панели. История компании Мук очень интересна, потому что это один из родоначальников синтезатора строения. Было противостояние букла и Мук. Это субтрактивный и аддитивный синтез. С восточное и западное побережье. Который зародился примерно в одно и то же время. Думаю, что многие знают эту историю. Так вот, Мук очень известен своим фильтром, который очень мягко и вот так вот жирно звучит. История компании Мук, она очень обширна. У них было очень много устройств. Очень много легендарных устройств. Например, группа Prodigy взяла свое название с синтезатора Мук Prodigy. И много других всяких интересных синтезаторов. Звучание синтезаторов Мук считается эталонным, потому что Мук имеет характерный свой такой фильтр, за которым многие гоняются и хотят приобрести себе в студию какой-нибудь Мук, чтобы получить вот такой жирный бас. И вот этот фильтр, который является уникальным, он многих привлекает. Мук Субгармоникон это современный синтезатор, который был вдохновлен двумя интересными устройствами, такие как Тротониум и Ритмикон. Если про первый, я до настоящего времени мало что слышал. Это был такой синтезатор, который был снабжен еще дополнительными субосцилляторами, чтобы получать дополнительные гармоники. То Ритмикон мне удалось повидать вживую. В один из дней Red Bull Music Academy, которая проходила тогда в Arma 17, была выставка синтезаторов. Я увидел там впервые Polyvox, вот был вот этот Ритмикон, были там Ритм 2, по-моему. На этом фестивале, кстати, была презентация фильма «Электромосква». Если интересно, и вы еще не смотрели, посмотрите обязательно. И также там выступали интересные артисты уже на ночном мероприятии. Там был Дерек Мэй, и, по-моему, был очень клевый коллектив, такой Asset Symphony Orchestra. Суть их перформанса заключалась в том, что там 10 было синтезаторов TB-303, пару драм-машин, и они делали такой перформанс с этими 303-ми. Интересно, посмотрите, если найдете в интернете что-нибудь об этом. Так вот, Мук Субгармоникон от Ритмикона вобрал в себя полиритмический рисунок, который возможно получить благодаря секвенсорам, которые здесь присутствуют. Здесь присутствуют два секвенсора четырехшаговых, но эти секвенсоры обладают еще четырьмя ритмами, то есть такие клоки, которые можно отправить на первый или на второй секвенсор. Их можно друг с другом перемешивать, благодаря вот этими вот кнопками, которые отправляют на первый или на второй секвенсор. И получается полиритмия, которая практически нескончаемая, то есть не имеет повтора. Ну, я думаю, что можно такого тут добиться, да. А также зона с осцилляторами и субосцилляторами добавляет интересные гармоники к основным осцилляторам. И можно добиться интересных вот таких вот искажений субгармонических. Сам синтезатор выполнен из металла, имеет такие деревянные боковинки и отсюда его можно выкрутить и вставить в свой EURREX синтезатор. Это здорово, потому что у него есть патч-панели, вы можете коммутировать с другими модулями, то есть в качестве основного голоса и секвенсора можно его использовать, если он вам понравится. Давайте познакомимся с органами его управления, попробуем показать, как примерно здесь на нем можно работать и что он может. На этот разъем я подал клок от своей системы для того, чтобы синхронизировать. Может быть я подключу какой-то ритм потом, посмотрим. Когда мы нажимаем play, чтобы запустился секвенсор, нужно подать ему клок, один из этих вот четырех ритмов, из четырех клоков. Например, мы подали сейчас на первый секвенсор клок. Вот с этого ритма мы можем увеличить скорость этого ритма. И вот этот секвенсор, он влияет на первый осциллятор. Второй секвенсор на второй. Сейчас я сделаю огибающую подлиннее и покажу, как работают субосцилляторы. Здесь громкость первого осциллятора. А здесь громкость субосциллятора один, а здесь громкость субосциллятора два. Иногда бывают модули, которые содержат в себе субосциллятор, но этот субосциллятор можно расстроить по отношению от основного осциллятора. Также можно выбрать одну из форматов клонетизации. Можно ее отключить. Второй субосциллятор. Для того, чтобы появилась какая-то мелодия, нам нужно помимо триггера подать сюда еще информацию CV. Обычная четырехшаговая секвенция. Посмотрим, как работает фильтр. Также еще один клоук сейчас мы подправим на первый осциллятор. Видите, ритм сбился уже. И еще одну. Запустим второй секвенсор. Но сейчас пока ничего не происходит, потому что этот осциллятор у нас микшером заглушен. Поднимаем громкость ему. Он абсолютно идентичен, как и первый. Отправим сюда какую-нибудь мелодию. Осциллятор суб. И громкость. И расстроим их немножко. Чтобы добиться каких-то интересных результатов с этими осцилляторами и секвенсорами, нужно провести чуть-чуть больше времени погрузиться, потому что процесс очень интересный. И здесь нужно расстраивать эти осцилляторы по отношению друг к другу. И точнее, даже не то, чтобы расстраивать, а наоборот, настраивать, чтобы это было похоже на какую-то интересную гармонию. Процесс, на самом деле, довольно увлекательный, потому что ритмы могут быть безограничные. Также субгармоники могут быть очень интересными. Вы можете регулировать громкость этих осцилляторов по отношению друг к другу и получать такой интересный микс на выходе. Я считаю, что этот синтезатор был бы интересен тем, кто хочет попасть в мир модульных синтезаторов, но не понимает, какой модуль купить. Если вы купите, например, MOOC, и вы можете сразу же попробовать покоммутировать эти модули друг с другом, понять, нужен ли вам и интересен ли вам модульный синтез, при этом вы получите MOOC-фильтрацию, вы получите вот эту концепцию субгармоники и полиритмики, которая присутствует в этом синтезаторе. Я думаю, что это отличное начало для тех, кто хотел бы себе попробовать в мире модульного синтеза. Также это будет очень интересно тем, кто любит полиритмический рисунок в музыке, потому что два вот этих секвенсора, которые позволяют настраивать полиритмику благодаря четырем дополнительным ритмам, они очень крутые, и вы можете создавать такие переливающиеся, неповторяющиеся ритмы и секвенции. Это, конечно, очень здорово. Я не то чтобы большой фанат субгармоник, потому что ими очень тяжело управлять, ими тяжело добиться каких-то музыкальных таких звучаний, но если вы экспериментируете со звуком и хотите не обязательно придерживаться какой-то там определенной гаммы, и вы в поисках интересных субгармоник, которые, кстати, можно отфильтровать и потерять некую немузыкальность, если можно так выразиться, да, накрутить резонанс и получить какой-то интересный звук, то этот синтезатор вам позволит сделать и такое, потому что получается у него шесть источников звука, если вместе осциллятор с субосцилляторами считать. Практически полифония. Ну, кстати, тут на самом деле можно, наверное, строить... осциллятор по отношению... субосциллятор по отношению к осциллятору таким образом, чтобы этот звук выглядел как аккорд. Нужно просто посидеть и понастраивать. Мне синтезатор этот понравился, потому что я получил интересные, длинные такие вот нескончаемые секвенции, которые полиритмические. Мне понравилось звучание фильтра, но мне не хватило здесь, конечно, какого-нибудь эффекта. То есть я считаю, что для этого синтезатора было бы неплохо добавить, ну, например, в смысле не в этот синтезатор, а в компанию к этому синтезатору было бы неплохо добавить какой-нибудь реверб, и тогда он бы зазвучал иначе. Поскольку реверба нет, он немножко колкий такой, да, синтез, ну, в принципе, как и любой другой синтезатор, в котором нет эффекта. Также мне показалось отсутствием треугольной волны здесь с недостатком, потому что пила и квадрат тоже, опять-таки, я повторюсь уже, они немного резкие, такие колкие звучания, и теплоты треугольника, ну, или там сайна, да, здесь не хватает немного, но это по моему мнению. Также на этой панели мне не хватило управления с помощью внешнего устройства, например, LFO какого-нибудь, управления атаки или decay. Есть вход для envelope generator, но по отдельности нету. И также здесь нету LFO, то есть низкочастотного осциллятора, который позволял бы управлять здесь чем-то. Вот, в принципе, если у вас в модульной системе уже есть LFO и там какой-нибудь эффект, эта штука позволит вам создать синтезатор, точнее устройство, да, которое будет более полноценным в плане звучания, и уже можно будет достигать каких-то результатов. Ну, я подключил его к своему еврореку, где взял оттуда несколько LFO и взял педальку с реверберацией для того, чтобы разбавить сырой звук этого синтезатора. Субтитры создавал DimaTorzok Мне понравилось работать с этим синтезатором. Он очень качественно сделан, звук у него интересный, философия этого синтезатора также интересная. И я приятно провел с ним время, записал несколько лупов, и эти лупы я буду использовать для своих треков в будущем. Ну что же, на этом все. Если вам понравилось видео, обязательно оцените его, подписывайтесь, и до скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok